Здравствуйте! Настройка PFC корректора мощностью 800 Вт, если он при первом включении не взорвался, но и не заработал как надо. Речь идет о случае, когда вы сами рассчитали и изготовили свой корректор мощности. Перед вами наш корректор мощности, который мы изготовили и рассчитали сами. Он на микросхеме FAN7930C и работает в режиме пограничных токов через индуктивность корректора. Перед вами принципиальная схема корректора. Она типична для таких устройств. Слева направо входные цепи защиты, синфазный дифференциальный фильтр, выпрямитель, источник самопитания неизолированного, дроссель, диодик, выходные цепи измерения напряжения выходного, микросхема контроллера FAN7930C. Контроллер работает в режиме прерывистых пограничных токов. Итак, у нас две обмотки самопитания. Одна неизолированная, другая для изолированного питания. От PFC будет питаться еще и пострегулятор. Поэтому, смотрите, так как у нас есть SSD-детектор, детектор перехода тока индуктивно через ноль, нам принципиально включать эти обмотки противофазно в отношении первичной обмотки дросселя. Два диодика последовательно включены, потому что диод 8D-DVD18P по схеме выполняет функцию выпрямителя, а диод VD16P не позволяет утечь заряду с кондонсатора C26P в цепь высоковольтного запуска R28P, R29P, когда сетевое напряжение находится около нуля. Выпряменное напряжение находится около нуля. Очень важно правильно рассчитать этот стабилизатор, параметрический стабилизатор. Посмотрите, R30P надо выбрать правильно для данного стабилитрона. Также вы видите резистор R31P. Это очень важный, принципиально важный резистор. Он определяет, собственно говоря, работу цепи контроля перехода тока индуктивности через ноль и управляет работой всего преобразователя в целом. Несмотря на то, что есть еще две обратные связи по напряжению выходному и по току ключа, они больше выполняют защитные функции, нежели регулирующие. Основная регулирующая функция – это переход тока индуктивности через ноль. Вот вы видите, да, фидбэк по напряжению и два резистора, параллельно включенных для образования нужного сопротивления R44P и R45P. Это контроль тока через ключ. Печатная плата двухсторонняя, базовая медь 105 микрон. На стороне топ расстановлены все планарные компоненты, на стороне боттом установлены все выводные компоненты. На данной модели это лучше видно. Ну и, наконец, интересующая нас часть печатной платы – это чистая сигнальная земля контроллера. Обратите внимание, что она соединена кельвиновским способом с нижним концом токоизмерительного резистора, который уже непосредственно сидит на силовой земле. Как измерение тока через этот резистор кельвиновское, так и подключение сигнальной земли контроллера к силовой земле тоже кельвиновское, чтобы силовые токи не текли и не создавали падение напряжения и помехи в сигнальной слаботочной сети. Данные мы найдем, конечно, в дата-шите на FAN7937. Блок схемы. Обратимся к блок схеме. Посмотрите, PIN-CD, PIN-5. Он определяет работу всего контроллера. Это определение момента перехода тока в индуктивности преобразователя через 0. Еще одна обратная связь. PIN-1, INF, определяет, собственно говоря, выходное напряжение. Выходное напряжение. Контроль выходного напряжения. Подключается к делителю резистивного выходного напряжения. И PIN-4CS – это контроль тока через ключ. В Applications Note 8035 мы найдем все соображения и объяснения по дизайну и расчету данного контроллера. А также есть расчетка эксельная. Выберем колечко сендастовое, внешним диаметром 46,7 мм. И намотаем наш дроссель-трансформатор. Трансформатор, потому что у нас имеются две обмотки самопитания. Обмотка изолированная и обмотка неизолированного самопитания, так как с этих обмоток еще питается у нас и пост-регулятор, L-C-конвертер. Итак, у нас есть цепь запуска высоковольтной R28P, R29P, выпрямительный диод WD18P, диоди предотвращая истекание заряда C26P в цепь R28, R29 – это диод WD16P, и R31P – это резистор с ЗСД цепи. Получился вот такой преобразователь. Обмотка чистого питания, как вы видите, пока не подключена. Для нашего первого запуска это не нужно. Нагрузим лампочками наш конвертер и запустим его. Но ничего не случилось, к счастью не взорвалось, но и не заработало. Это было видно по желтому лучу оселлографа. Приходится нам напаивать штырьки в интересующие места платы, подключать оселлограф и заниматься настройкой. Смотреть, что же мешает нормально стратануть нашему корректору мощности. Обратите внимание, что измерительные щупы всех слаботочных сигналов должны, земляной щуп, стоять на слаботочной земле. На земле силовой мы измеряем только выходное напряжение. Все остальные измерения ведутся либо непосредственно на пинах микросхемы контроллера, либо рядом с ними относительно слаботочной земли. Итак, первое, что приходит в голову, измерить напряжение питания контроллера. В ССР желтый луч, первый канал. Но как-то маловато. Явно видно, что порядка 8 вольт. При большем времени снятия с аллограммы наблюдения процесса, мы видим, что контроллер автозапуск, потом он не стартует, и опять процесс повторяется. То есть мы видим, что напряжение питания на пине ВЦЦ контроллера почему-то не достигает необходимого значения для нормальной работы. И оставляет порядка 8 вольт. Нормальное значение в среднем это 12 вольт. Уровень остановки это порядка 7,5 вольт. Он где-то болтается сейчас между 8 и 5, 7,5 вольтами. Непорядок. Давайте исследовать, что у нас делается на обмотке ЗСД. Она же обмотка самопитания или АУС. Мы имеем такие импульсы. Растянем, посмотрим, измеряем амплитуду положительного пика и отрицательного пика. Они соответствуют количеству витков, которые мы намотали. В апноте есть соответствующая формула для расчета. Здесь мы видим, как срабатывает ресет таймер на ЗСД. 160 микросекунд. Да, надо доматывать витки. Мы домотали витки, пересчитали диодики другие, впаяли на большее обратное напряжение. Теперь мы видим, что у нас напряжение стабилизации 19 вольт. Мы заменили зенер. Но что-то не так опять с уровня напряжения на пине ЗСД. На большем интервале наблюдения мы видим, что первый канал, желтый луч, гейтсорус, транзистора ключевого. Какие-то имеются провалы. Провалы и напряжение выходное не достигает расчетных 395-400 вольт. Напряжение самопитания стабильно является 19 вольт. Сильный канал, желтый канал первый. Это зерокроссинг-детектор. Детектор перехода тока в индуктивность через ноль. Опять смотрите, какие паузы и провалы исследуем на большем времени эти процессы. Так быть не должно. Соответственно, условия на пине ЗСД не выполняются. И импульса на открывание транзистора не поступает. Такое возможно только, когда неправильно выбрано сопротивление резистора РЗСД. Хотя мы его считали. У РЗСД несколько функций. Одна из них, самая важная, это определение максимального времени включения ключа, нахождения включенного состояния ключа, в зависимости от входного напряжения и нагрузки. Формула номер 14 из апнота. И формы кривых, идеализированные формы кривых, становится видно, что при достижении уровня 1,4 вольт плюс 150 нс подается сигнал на открывание силового ключа. И когда напряжение ЗСД превышает 1,5 вольта, снимается управляющее напряжение с ключа и ключ закрывается. Запомним это. Мы должны увидеть то же самое на своих осциллограммах. Ну вот у него ЗСД пороговый уровень от 1,35 до 1,65 и гистеризис в среднем 1,1 вольта. Внутреннее ограничение в среднем 6,2 вольта. Снимем осциллограмму совмещенную. Первый канал это ЗСД пин. Второй канал это напряжение обратной связи по выходу. Ну какой-то непонятной совершенно формы кривой выходного напряжения. Но у нас там конденсатор фильтра 3,6 нФ. Парада с учетом стабилизации режима контроллера. Мы его выпаем. Выпаяли конденсатор. Впаяли вместо 38,2 кОм, 42 кОм. Полная нагрузка. Смотрим, что на выходе. Мы видим пульсации, потому что выход перегружен. Мы рассчитывали 500 Вт с учетом 10% перегрузки. Здесь, как я тогда думал, 575 Вт нагрузка. Но в самом деле оказалось гораздо больше. Дальше я это объясню почему. Поэтому пульсации просто не хватает выходного. Емкости выходного фильтра 100 кОм. Выходное напряжение растет. Но все еще не достигает нужных нам 395-400 Вольт. 124 кВт. Ожидаемое напряжение еще больше выросло, потому что увеличивается время нахождения ключа в открытом состоянии. Которое определяется резистором РЗСД. 150 кОм. Уже где-то в районе 380 Вольт действующее значение. Увеличим РЗСД. 162 кОм. Где-то в пределах 190 действующее значение. 390, простите. Еще увеличим сопротивление РЗСД до 180 кОм. И на этом окончим. Так как мы получили наши 395-400 Вольт при пульсациях порядка 12 Вольт от пика до пика. Включим наш контроллер. По осциллограмме. По осциллографу видно на картинке, на видео, что все произошло. Стартанул. Все нормально. Когда мы меняли обмотку РЗСД, увеличивали обмотку РЗСД наше самопитание, необходимо было пересчитать обратное напряжение на диодах. Прямое и обратное. Но больше обратное. И диодики мы заменили, что и отразили на схеме. Так как увеличение витков приводит к увеличению обратного выброса напряжения на обмотке самопитания. Напоминаю, она включена в противофазе. Давайте теперь все-таки посмотрим, правильно ли у нас работает наш корректор. Например, желтый луч, первый канал. Это напряжение обратной связи с резистивным делителем с выхода. И синий канал, это гейтсорс ключа. Пока видим, никаких провалов нет у нас на выходе. Есть какие-то пульсации. Наводки, понятно. Пока не понятно ничего, работает ли правильно или нет, в нужный момент времени. Поэтому надо снять осциллограмму совмещенную, что на пенезосаде этого исходит. А вот это уже понятно. Желтый луч, первый канал. Напряжение на пене ВССД контроллера. А синий канал, это ток ВСС контроллера. Смотрите, линейно растет напряжение. Значит, у нас индуктивность не входит в насыщение. Все хорошо. Но тут уже видно, что транзистор открывается в противофазе напряжения ВССД. Собственно, вот по этой осциллограмме видите РМС-значение. Действующее значение, среднеквадратическое значение. 180 мВ на резисторах 50 мОм. Можно представить, какая нагрузка вместо 500 Вт у нас получилась. Опять же, исследуем кривую на большем времени ВССД, совмещенную осциллограмму с V-gate source ключа. Видим, что ключ открывается четко в моменты на ВССД порядка 1,4-1,5 Вольт и закрывается, как только 1,5 В превышается на ВССД. Разные периоды исследуемого процесса. Пока что все правильно. Вид осциллограммы правильный. Ключ верно открывается, пропусков нет. Случайных открытий нет. Ну вот она, ключевая осциллограмма. Это желтый канал, первый ВССД вининг. Собственно, это напряжение на обмотке. И второй канал, это gate source. Посмотрите, да? Транзистор открывается при спадании напряжения на обмотке ниже 1,5 В. И тут мы смотрим изменение ширины сигнала открывания транзистора во времени. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами.